Открытое обращение ученого Совета Казанского Федерального Университета. Председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину, министру науки и высшего образования Российской Федерации Валерию Фалькову, президенту Республики Татарстан, председателю наблюдательного совета КФУ Рустаму Миниханову. В связи с появившимися в средствах массовой информации и сведениями о задержании ректора Казанского Федерального Университета Ильшат Равкатвича Гафурова, мы, коллектив сотрудников, медицинских работников, преподавателей и обучающихся Казанского Федерального Университета, в лице членов ученого совета обращаемся к вам с просьбой оказать содействие в объективном рассмотрении сложившейся ситуации. Ученый Совет КФУ отмечает, что с момента своего назначения, с апреля 2010 года и по настоящее время Ильшат Равкатвич Гафуров создавал все необходимые условия для развития университета во всех направлениях – образования, наука, воспитания, инновации. За этот период существенно модернизирована научно-образовательная инфраструктура, открыты новые институты и научные центры, научно-исследовательские лаборатории, планетария и так далее. Для иногородних обучающихся университета организованы комфортные, современные условия проживания в одном из лучших студенческих кампусов России – деревни-универсиады. По инициативе Ильшат Равкатвича Гафурова в лоно классического университета было возвращено медицинское образование и восстановлена научно-клиническая деятельность. В тяжелый период развития пандемии на базе университетской клиники был развернут временный инфекционный госпиталь для оказания медицинской помощи жителям города. На сегодняшний день Казанский университет достойно представлен в международных рейтингах по разным предметным областям и является одним из лидеров российской системы образования. В рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» проект КФУ стал одним из лучших в треке «Территориальное отраслевое лидерство». Научно-образовательный потенциал Казанского федерального университета является фундаментом для социально-экономического и культурного развития республики и страны. Учитывая, что Казанский федеральный университет объединяет около 50 тысяч обучающихся, 10 тысяч сотрудников, включая более 2 тысяч медицинских работников, убедительно просим вас не оставить наше обращение без внимания. Ученый совет Казанского федерального университета. Всем привет! В эфире Универ-Ньюс, а в студии Надежда Мещерякова. 12 студентам и 8 аспирантам Казанского федерального университета назначены специальные государственные стипендии Республики Татарстан. Соответствующий указ подписал президент Татарстана Рустам Мениханов. Студентам назначена единовременная выплата за 10 месяцев в размере 2780 рублей в месяц, а аспирантам 3330 рублей в месяц. В Институте международных отношений Казанского федерального университета состоялось торжественное мероприятие по случаю передачи новогодних подарков от Генерального консульства Китайской народной республики в городе Казани. Все подробности узнавала наш корреспондент. В преддверии Нового года в Александровском зале Института международных отношений Казанского федерального университета состоялось торжественное мероприятие с передачей новогодних подарков от Генерального консульства Китайской народной республики в городе Казани. В мероприятии принял участие сам генеральный консул и его супруга. Они рассказали о китайском Новом годе, традициях, а также передали в дары Институту Конфуция, Институту международных отношений к ФУ, сувениры и подарки, средства индивидуальной защиты книги. Я думаю, что те, которые изучают Китай, особенно студенты, которые изучают китайский язык в вашем университете, будут заинтересованы этой книгой. Все это будет использовано в учебном процессе для наших студентов. Мы хотели бы от всей души поблагодарить Генеральное консульство о систематической помощи нашим студентам, китайским студентам, которые они предоставляют Казанскому федеральному университету. Китайский Новый год с давних времен является главным и самым продолжительным праздником в Поднебесной и других странах Восточной Азии. В отличие от своего западного аналога, постоянной даты начала китайского Нового года нет, и каждый год она назначается на разное время. Количество китайских студентов возрастает в Казанском университете. Сегодня их порядка полутора тысяч обучаются у нас, на Казанском университете, на разных институтах. Конечно, Институт международных отношений занимает одну из лидирующих позиций. Также Институт филологии и межкультурной коммуникации. Это два, наверное, института, которые притягивают китайские студенты наибольшей степени. Их интересует международные отношения, интересует русский язык как иностранный. Также он отметил, что Китай в этом году впервые вышел на первое место по количеству принятых иностранных студентов. Порядка 500 студентов приняты только в этом году. В Елабужском институте Казанского федерального университета прошла лекция, посвященная особенностям профессии программиста. Подробнее в нашем следующем сюжете. В Елабужском институте Казанского федерального университета прошла лекция, посвященная IT-технологиям. На протяжении двух академических занятий ученики знакомились со структурными особенностями профессии программиста. Как оказалось, горизонты знаний одной из самых популярных на сегодняшний день специальностей достаточно обширны. А в некоторых областях деятельности существует дефицит кадров. Несмотря на то, что чуть ли не с рождения многие знакомы с такими словами, как Python, Java, существует проблема недостаточной экспертности и отсутствия фундаментальных знаний. Выйти в школы и лицеи КФУ, чтобы создать благородную почву, это одна из целей лекции. Как раз имеется в виду на этих трудах. Вот мы ориентируемся на выпуск в рамках магистратуры. С ответами на вопросы, посвященными IT-технологиям, перед учащимися университетской школой также выступил заместитель директора Центра цифровых трансформаций КФУ Петр Кокунин. Я представил несколько проектов. И эти проекты как раз показывают действительно взаимосвязь наук. То есть, когда решается какая-то задача или выполняется какой-то проект, то здесь недостаточно, например, быть только программистом или только радиоэлектроником. По окончании занятия учащиеся университетской школы проявили интерес к полученным знаниям. Задавая вопросы по темам, касающихся редкой области программирования, а именно программированию логических интегральных схем. Амир Ахтямов, Универньюз. На площадке Института психологии и образования Казанского федерального университета состоялось предновогоднее мероприятие с участием сотрудников вуза и их детей. Подробнее в нашем сюжете. Предновогодняя суета, письма Деду Морозу, украшения елки и долгожданные подарки под ней. Все это не сравнится даже с днем рождения. Для создания эмоционального благополучия детей в Институте психологии и образования КФУ традиционно устраивается новогодняя елка. Идея проведения детских елок в Институте психологии и образования была инициирована несколько лет назад ректором Казанского федерального университета Лешатором Аркадовичем Гафуровым. И вот каждый год мы собираем несколько сотен наших университетских детей в Институте психологии и образования, где силами преподавателей и студентов нашего института, департамента по воспитательной работе, мы организуем настоящее действие. Это очень важно не только с точки зрения встречи Нового года, но и приобщение детей, преподавателей, сотрудников и студентов Казанского федерального университета к нашей общей университетской культуре. Особая праздничная атмосфера торжества способствует и эстетическому развитию детей. Красочное оформление помещений, нарядные костюмы, подбор красивых песен и танцев. Помимо основного представления, в коридорах института проводились и развлекательные мастер-классы для самых юных гостей. Сегодня представлен мастер-класс шоу, как скажем больше, шоу «Мыльные пузыри», аквагрим у нас представлен, у нас представлена игротека, отрежь себе подарок. Традиционная елка в Институте психологии и образования это одновременно и повод встретиться с коллегами в неформальной обстановке и подарить улыбки детям. Это именно не какое-то мероприятие, где спектакль, еще что-то, а это вот именно интерактив у елки, когда каждому ребенку есть возможность поучаствовать, есть возможность рассказать стихотворения Деда Мороза. Праздник дает детям возможность проявить себя с лучшей стороны, так как у них появляется стремление достойно выступить перед гостями, родителями, проявить лучшие качества и умения перед Дедом Морозом или другим сказочным героем. Институт психологии и образования никогда не забывает об огромном значении праздников в жизни детей. Ответственно подходят к их организации, чтобы доставить всем присутствующим множество незабываемых и радостных переживаний. Надежда Мещерякова, Тимур Табаров, Универньюз. На этом все. В студии была Надежда Мещерякова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова